И рациональное уравнение. Решите уравнение. Квадратный корень под корнем 3x плюс 1 и все это равно x минус 1. Для того, чтобы данное уравнение имело решение, нужно потребовать, чтобы правая часть была больше либо равна нулю. Потому что квадратный корень есть величина неотрицательной. И квадратный корень не может быть равен отрицательному числу. Если правая часть будет отрицательной, то данное уравнение решение не имеет. Таким образом, с этого и начнем. Потребуем, чтобы правая часть была больше либо равна нулю. То есть х-1 больше либо равно нулю. Теперь, учитывая, что слева квадратный корень, а значит он больше либо равен нулю, и правая часть мы потребовали, чтобы была тоже больше была равна нулю, это уже записано требование. А это значит, что теперь можно возвести обе части в квадрат. В левой части тогда мы получим после возведения квадратного корня квадрат подкоренное выражение 3x плюс 1. А в правой части мы получим квадрат разности x минус 1 квадратный. Далее. Надо ли писать дополнительно в эту систему условия неотрицательности подкоренного выражения? То есть то, что 3x плюс 1 больше либо равно 0. Это писать необязательно. То есть не нужно. Почему? Потому что это уже следует из вот этого нашего второго уравнения. Почему? Потому что из второго уравнения следует, что вот это наше подкоренное выражение равно квадрату какого-то числа. Но квадрат любого числа есть число больше либо равно 0. А это значит, что 3x плюс 1 тоже будет больше либо равно 0. Далее. Для решения системы надо отдельно решить каждое из данных уравнений и неравенств. Тогда у нас получается x оставляем в левой части. Единицу переносим с противоположным знаком вправо. У нас получается x больше либо равно 1. Второе уравнение. Для решения второго раскрываем скобки, приводим подобные слагаемые и все переносим в одну сторону. Тогда у нас получается квадрат разности. Это x квадрат минус удвоенное произведение. 2x это плюс квадрат второго плюс единица. Далее. Первое пока перепишем. x больше либо равно 1. А второе уравнение будет иметь вид. Переносим все в правую часть. Левую часть переносим вправо и приводим подобные слагаемые. Тогда у нас получается x квадрат минус 2x до минус 3x. Это будет минус 5x. И 1 минус 1 будет 0. То есть получается все это равно 0. Далее. Получаем x больше либо равно 1. Перепишем. Второе уравнение. Для решения второго уравнения левую часть разложим на множители. x выносим за скобки. Получаем тогда x минус 5. И все это равно 0. Произведение двух со множителем равно 0 тогда и только тогда, когда хотя бы один из них равен 0. Получаем в итоге x больше либо равно 1. А из второго уравнения получаем два корня. То есть мы пишем совокупность, что означает или первый корень нас устраивает или второй. И приравниваем каждый со множителем к нулю. x равен 0 или x минус 5 равно 0. Откуда следует, что x равен 5. Потому что 5 переносим вправо со знаком плюс. Получается x равно 5. Это второй корень. И теперь надо произвести отбор корней. Надо выбрать из этих двух корней те корни, которые удовлетворяют нашему вот этому первому неравенству. Покажем на числовой оси. Эти два корня у нас получается 0 и 5. По условию x должен быть больше либо равен единице. Это значит все, что правее единицы нас устраивает. А значит нам нас устраивает только один корень. x равно 5. То есть получается отсюда следует, что x равен 5. А это значит, что в ответ мы должны записать число 5. Пишем ответ 5. Задача решена.